МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День образования российской полиции. Образовался в 1718 году, был указ Петра I. В связи с этим, сегодняшняя наша программа посвящена сущности в службе в полиции. Начнем с того, как она началась для вас. Почему именно полиция, почему именно следствие? Началась она более 25 лет назад, в 1998 году, когда я поступил в Краснодарский юридический институт. Почему сделал такой выбор? Есть в психологии понятие сценарий, сценарий родителей, сценарий бабушки и дедушки. В нашей семье две династии, педагогов и юристов. В том числе дедушка был замполит одного из территориального подразделения. Поэтому в какой-то степени выбор был предопределен. Кроме того, тогда в советское время очень было престижно служить в милиции. Были льготы, были доплаты, был бесплатный проезд. И направляла партия тогда партийных работников на должность замполита, если я говорю про дедушки. Это очень было престижно и почетно. Я видел в детстве этот китель старшего офицера, я видел эти наградные планки, видел медали, слышал о службе в милиции. Ну и плюс уже сказал, что родители юристы. Поэтому именно милиция, именно следствие. В одной службе я проработал почти четверть века. Не жалею ни в какой другой. Ни в участковых, ни в полиции, именно в следствии. И если бы, часто спрашивают, если бы назад. Отмотать. Отмотать, да. 25 лет назад однозначно бы поступил в этот же ведомственный вуз милиции. В эту же службу прошел. И прошел бы тот же путь от районного следователя до первого заместителя начальника главного следственного управления по Краснодарскому краю и уже начальника следственного управления по Тресской области. А вообще вот так важно, да? Ну, на любой работе, на любой службе, в любой должности, в любом подразделении важно идти от земли, да, что называется? Совершенно верно. Как вы говорили, вы отработали в районном звене, да? Да, следователям, старшим следователям важно идти от земли. И я всем рекомендую, да, идти именно от земли. То есть не оставаться в институте, не идти сразу в следственную часть, а именно идти в районное подразделение, поездить на место происшествия, проследовать уголовные дела, посмотреть, а уже дальше потом двигаться Либо в следственную часть, либо становиться заместителем руководителя следствия района, а потом уже, соответственно, руководителем. Вот такой путь. Советую от земли. Да, как вы сказали, что престижно и китель видели, и дедушка, и бабушка. Семья создала традицию свою. Для многих это была литература, это были фильмы. Помните, какие фильмы в то время были художественные? Когда ты волей-неволей, тебе хотелось идти, я помню, в детстве тоже всегда мечтало быть именно только сотрудником милиции. Потому что это легендарно, казалось. Это легендарно, престижно, это узнаваемо, и это на благо людям. Великолепнейший фильм был в советское время «Знатоки». Всегда, в пример, своим подчиненным приходят ко мне и говорят, вот пересмотрите фильмы «Знатоки», вот как должен имидж быть и образ сотрудника милиции, сотрудника следствия. Мы видим, что они в костюмчике, в галшике, в бежливое, крепное обращение, профессионалы. Ну, они, так и фильм называются, «Знатоки». Потом, если мы говорим о передаче, то «Криминальная Россия», «Следствие вели» с тем же Каневским. Если мы говорим о зарубежных фильмах, «Шерл Холмс», пожалуйста, и «Доктор Ватсон». То есть, как бы и зарубежные фильмы, и отечественные фильмы, и передачи, они вот все как бы способствуют. И многие, наверное, выбор делают на основании этих передач, на основании этих фильмов. А реальная работа, она чем-то похожа на эти фильмы? Она похожа, но, наверное, может быть и не совсем так, как вот в теории. Но если говорим о передаче «Следствие вели», там она очень приближена. Если говорим о фильме «Знатоки», ну, в советское время, наверное, так и было. Поэтому есть, конечно, взаимосвязь. Много, наверное, из того, что реально, нам даже говорили, если вам тяжело учиться по учебникам, посмотрите «Криминальную Россию», посмотрите фильмы и учитесь на них. Да, даже так говорится. Я скажу очень много, как бы, действительно историй, как раскрыть преступления, и как вышли на организатора, как вышли на пособника, все там можно увидеть. А вообще, вот как-то в фильмах видишь, что все-таки больше мужчин в «Следствии». А сейчас, вот, бывая в кабинетах рабочих следователей, я все-таки смотрю, это все-таки уклон больше в сторону женщин, как-то усидчивость больше. Мужчина предпочитает другую работу, больше в оперативнике или куда-то в другое место? Да, вот есть вот эти фильмы, как бы, я их, конечно, не сильно их там люблю, последние, там, где «Женщина-следователь», где вот она такая, там, знаете, как и «Супермен». Наверное, это не совсем так в нашей жизни, но в нашей жизни следующее. 82% в «Следственном управлении Тверской области» работают женщины. В «Следственной части» работают женщины, начальники отделов, старшие следователи по особо важным делам, заместители. И вот такие вот женщины, они фору дадут многим мужчинам. Вот вроде бы женщина красивая, в жизни, может быть, и не подумала, что это сотрудник, не видя ее в киделе. Когда одевают форму, и какие дела, как бы, серьезные резонансы заканчиваются, организованные преступные группы, вымогательство, мошенничество. А смотришь, ну, как будто вот одинец-классница. А это на этих руках серьезные уголовные дела, серьезные возмещения ущерба. Тысячи потерпевших стоят. Вот, кстати, какая прерогатива следствия ОМВД? Какие преступления? Вот вы сейчас уже часть перечислили. 80% мы расследуем от всех преступлений Уголовного кодекса. Это и мошенничество, это и кражи, и разбой. Ну, если просто сказать, мы не расследуем убийства, должностные преступления, где спецсубъекты, глава администрации, это следственный комитет, это все остальное, ну, и терроризм, допустим, а все остальное это уже наше. То есть 80% это, ну, и мелкие, допустим, кражи, там, первые части, угрозы убийством, это это знание. Но 80% от всех преступлений Уголовного кодекса, это следствие ОМВД. Приходится постоянно, вот, ненормированный рабочий день, да? То есть в следствии это не знак равенства, 8-часовой рабочий день? Безусловно, не знак равенства, но следователь, он может планировать свою работу, он сам определяет, когда следственные действия провести, какие. И, в принципе, выходные в следствии бывают. И воскресенье бывает, и, может быть, не вся суббота, но полсубботы бывает. И надо, и может, и в 19 часов уйти. Ну, а бывает, когда надо и ночами сидеть, не без этого. Если можно, какое-нибудь одно из последних дел, которое вы считаете не стыдно рассказать жителям региона? Ну, мы вот очень гордимся делом. Направили в отношении группы, организованной жители Волгоградской области, занимались сбытом наркотиков, хранения в особо крупном размере. Мы направили это уголовное дело в суд. Ну, торговали смертью, 155 килограммов на обыске, там, десятки килограммов. Да, нарколабораторию задерживали с участием представителей Грома, да, ОМОНовцев. И вот в марте 1923 года приговором Тверского областного суда были осуждены к 15 годам и 6 месяцам свободы, а второй к 16 годам, а вообще там до пожизненного. Есть еще аналогично такое же уголовное дело. Потом мы закончили по бандитизму граждане Белоруссии, совершали разбойные нападения, грабежи и на территории Тверской и Новгородской области. Потом мы закончили уголовное дело, направили в суд мошенничество. 177 эпизодов дистанционных мошенничеств. Звонили по телефону, мы представляли с операторами сотовой связи, выдавали себя за сотрудников банка, сотрудников безопасности. И люди, ну, и в Бурятии, и в Новгороде, и в Московской области, в других субъектах просто отдавали последние деньги. А, это то самое дело, я слышала, да, именно где жители Бурятии. Жители Бурятии мы направили в Октябрьский районный суд, Улан-Удэ, это уголовное дело. Улан-Удэ будет расследоваться, да? В суде рассматриваться, да. 177 эпизодов закончили это уголовное дело, да. И вот такой же категории уголовные дела находятся и сейчас в производстве. То есть мы эти закончили, а другие расследуем заканчивали. Это очень важно, это социально значимые дела. Что вы сказали, наркотики, мошенничество, которые сейчас, львиная доля преступлений. Тут торгуют смертью, это наше поколение, да, однозначно. Здесь мошенничество, ну люди попадают в кабалово, дают последние деньги, дают пенсионеры. Конечно, важно восполнить справедливость. Следователь, он в своем роде должен для потерпевших быть, наверное, немножко психотерапевтом, потому что и эту боль на себя принять, и какое-то моральное удовлетворение, когда справедливость наступает, и как-то человеку снять вот это, что вот путем того, что он получит приговор, получит длительный стрек, а если когда он еще примет меры к возмещению ущерба, тут вообще как бы функция выполняется. И потерпевшим уже появляется вера в справедливость, вера в государство, а для тех людей, которые переступили закон, следователь должен быть учителем. То есть надо человеку рассказать, показать, что ты переступил закон, что это делать неправильно, последствия вот такие, санкции вот такие, если будешь, это будет дальше, а все-таки нужно встать на путь исправления и жить в нормальном обществе и государстве. Я за 25 лет к такому выводу как бы прихожу, вот какое общество, такое и полиция, какое полиция, такое и общество, то есть знак равенства надо ставить. Ну не даром же свою бытность народной милицией называлась. Совершенно верно. Ваша служба именно народной, потому что вот как бы воплощение всех каких-то чаяний и веры в справедливости воплощал именно советский милиционер. Мы говорим, да, говорили про фильмы, про передачи, а книжка какая, дядя Шипа, милиционер. То есть как бы, ну, великолепно. С детского сада, да, растение детей уже с уважением к этой службе, да? С уважением, да. Но я хочу сказать, и раньше это было престижно и почетно, и сейчас, потому что когда другим категориям граждан пенсионный возраст повышают, в том числе женщина в полиции, он остался на том же уровне, 20 лет служил, есть право выхода на пенсию. И, кроме того, региональный губернатор, выпускникам гражданского вуза, кто пойдет в следствие работать, субсидия миллион. А представьте, молодая пара, вот они встречаются, они идут в следствие оба, вот 2 миллиона, пожалуйста, на старте неплохие деньги, создавайте свое будущее. Плюс доплаты губернатора и следователям, не только участковым, но и следователям предусмотрены. Следственный департамент установил на доплату, мы за добросовестное исполнение обязанностей можем до 200% от доклада платить, руководителям до 100%. И, в принципе, те следователи, которые работают, следователи, можно не становиться руководителем следственного органа, он зарплату следователям получит на уровне руководителя, может даже и больше. И мне некоторые, да я лучше буду расследовать следователям, я закончу 3 уголовных дела, эпизодные, и я получу на уровне своего руководителя. Зачем? То есть можно не обязательно в следствии расти вверх, можно и расти как профессионал. То есть есть заведующие, допустим, больницы, а есть опережающие хирург, которым очередь со всей России. Вот примерно так. Я всегда говорю, что иногда старший следователь по особо важным делам, он больше даже пользы принесет, чем начальник какого-то органа, даже следственного управления. Потому что вот, закончив дело на 200 потерпевших и обеспечив возмещение ущерба, он его запомнит, его будут помнить, о нем будут говорить. Ну, а руководитель сегодня один, завтра другой. Это организационный момент. Вот, кстати, вы так интересно рассказываете, что бросить все эти следствия. Кстати, уважаемые друзья, сейчас вы на своих экранах можете видеть специальный код, отсканировав который, вы перейдете на сайт регионального ОМВД, где увидите, какие профессии требуются и что нужно для того, чтобы пойти работать в следственное управление ОМВД России по Тверской области. Кстати, какие качества необходимы человеку вашей профессии? Ну, по-моему, в первую очередь, это порядочность, честность, принципиарность, желание докопаться до справедливости. У такого человека должно быть обостренное чувство справедливости, довести до конца, установить истину. Мы не говорим о том, что нужно делать и в суд направить. Установить истину, нет состава, прекратите, разберитесь, поставьте точку в этой ситуации. И вот именно меня это привлекало. В сложной ситуации разобраться, разобраться и установить истину, довести до конца, обеспечить возмещение ущерба, наложение ареста, и профилактическая деятельность, чтобы впредь не совещались. Ну и как неравнодушно к своей работе и профессии. Я считаю себя счастливым человеком, я реализовался в профессии. Я пришел в ту профессию, в которой я больше четверть века проработал, и еще как бы не собираюсь с ней прощаться, хотя уже после пенсии, уже 6 лет, есть такое право. И вот жить этой профессией, любить, какой-то результат достигать. Это просто счастливый человек. Конечно, в профессии состоялся, и путь прошел. Следователь, старший следователь, следователь аппарата, старший следователь по особо важным делам, замначальника контрольно-метрического управления, начальник организационно-зонального отдела. То есть все результаты подразделений области региона, они были края в моей компетенции. Ну и сейчас руководитель самостоятельного региона. Отличнейший регион. То есть вот Тверской, конечно, есть и тот отличнейший, и этот отличнейший, и практика, и иногда тоже спрашивают, а зачем? А зачем надо было с Южного округа в Центральный федеральный? Да, как у нас там Солушко. Нужно было, да, нужно было для опыта. Там были одни дела, они завершились здесь, появились другие, они тоже, наверное, завершились. А, кстати, в разных регионах разные. Отличаются чем-то дела или все один и тот же набор? Или как-то акцент на преступление другой? Есть специфика, у нас была специфика, как раз исполняла обязанности начальника главного следственного управления, но затянулась почти на полтора года. У нас была специфика долевые мошенничества. И вот в 2019 году мы закончили 30% всех долевых от Российской Федерации. Всех закончили. То есть у нас была специфика долевые мошенничества. Там были земельные участки, там были тоже мошенничества, они и здесь есть. Но здесь больше лесных уголовных дел, незаконная порубка. У нас леса сколько. Да, незаконная порубка, да. Поэтому в чем-то отличается, а в чем-то как бы и совпадает. Артем Сергеевич, у вас сейчас есть возможность, как бы несколькими словами подытоживая наш разговор, сказать, чем хороша профессия следователя. Почему именно ее нужно выбирать? Почему именно ее нужно первое? Профессия следователя, она дает юридический стаж. То есть отработав пять лет в службе, вы можете потом и в прокуратуру пойти, и в суд, и в адвокатуру, и в юридическую фирму. То есть вы нарабатываете опыт. Помимо юридических познаний, колоссальнейший опыт в работе с гражданами, любой категории. С маргинальной, с белого воротничкова, если мы говорим об экономических преступлениях, с дорожно-транспортной, с мошенниками, это тоже интеллектуалы. И поработав в следствии определенное количество, наверное, не только можно работать в суде, в прокуратуре, в адвокатуре, но, мне кажется, можно даже небольшой субъект возглавить в лице губернатора или мэра, и все будет получаться. То есть колоссальнейшая школа, колоссальнейшие перспективы. И вообще, наверное, кто видел жизнь по-настоящему, я считаю, что это врачи, это учителя, ну и это юристы, естественно. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. Напоминаю, что сегодня у меня был в гостях Артем Степаньков, полковник юстиции, заместитель начальника ОМВД России по Тверской области, начальник следственного управления ОМВД России по Тверской области. Спасибо большое. Будьте здоровы. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова